Здравствуйте! Сегодня мы с вами сделаем следующее задание. Нужно представить первый множитель в виде обыкновенной дроби, а затем выполнить умножение. Итак, 75 сотых. Значит, ставим длинную дробную черту и записываем 75 сотых. Умножаем на 4 девятых. Значит, это первый способ умножения. Итак, если мы 100 поделим на 4, то мы получим 25, а тут 1. 75 на 9 не делится, но мы можем проверить сумму цифр. 7 прибавить 5, это 12. Значит, число делится на 3. Значит, мы можем поделить на 3. Получаем 75 поделить на 3, это 25. И получаем 25 умножить на 1, а внизу 25 умножить на 3. 25 можно сократить и получим дробь 1 треть. Ну, дело в том, что этот же пример мы можем решить более лёгким способом. Итак, для начала давайте выпишем 0,75. Ну, мы с вами уже видим, что заканчивается нулём и пятёркой, значит, делится на 5. Мы сократим на 5. Вообще говоря, оно делится на 25, но многие не могут увидеть это сразу, поэтому можно сокращать постепенно. Итак, 75 поделить на 5, это 15. Внизу 100 поделить на 5, это 20. 15 и 20 заканчивается нулём и пятёркой, а 5 делится на 5. Получаем 3 четвёртых. Далее мы выполняем действие. 3 четвёртых умножить на 4 девятых. Записываем под одну дробную черту. Получаем, четвёрки можно сократить, это по единице. 9 делится на 3, это 3. 1ажды 1, 1 и внизу 3. То есть, вот два способа сразу и постепенно. Надо сказать, что мне кажется, вариант, когда мы решаем постепенно, немножечко легче. Давайте рассмотрим с вами ещё один пример. 0,8 умножить на 5 восьмых. Значит, если мы хотим сделать сразу, а здесь удобнее сделать сразу. Мы ставим дробную черту и 8 десятых записываем в виде обычной дроби. 8 десятых умножить на 5 восьмых. В восьмёрке мы с вами зачёркиваем по единичке. 10 делится на 5, сюда 1, сюда 2. И получаем ответ. 1ажды 1, это 1, 2ажды 1, это 2. 1, 2. Обратите внимание, в сложных примерах, да, вот достаточно вот так выписать и записать. А в лёгких можно делать сразу. То есть, как вы будете делать, зависит от вас, так как вам удобно. Спасибо за внимание.